всем добрый вечер сейчас уже восемь вечера я вышла прогуляться сейчас меня ждут в центре хельсинки если удастся на кораблик и хотела показать хочу показать здесь перехожу дорогу мало ли но кто-то знает все эти системы кто-то нет здесь нужно нажать нажму два человека так не дает больше три человека нас уже три я могу переходить перехожу одна нажала за троих на что делать и здесь что еще хочу сказать сейчас буду по зеленой зоне вот выделенная полоса для велосипедов и лучше по ней на самом деле не ходить потому что настолько сильное движение велосипедистов может быть что реально может тебя сбить поэтому и по правой стороне как правило всегда правая сторона это пешеходная вот левая велосипедистов и самокатчиков и чуть-чуть забегая вперед сейчас пойду на трамвай уже ездила сегодня в автобусе машину оставляла гостиница и попроще так как билет у меня единый уже есть на транспорт на день попроще на транспорте бензин не надо покупать здесь он очень дорогой два с половиной евро за литр говорят что будет до трех евро и конечно из-за этого очень большие как бы проблема у людей это все подорожание она на всех отражается людях покажу также кто не видел какие остановки бывают в принципе здесь просто все по расписанию действительно приходит все секунду в секунду но из-за того чтобы транспорт не опаздывал его нужно проголосовать автостопом то есть если никто из автобуса не выходит то если я сижу стою на остановке и не помашу рукой что автобусу остановиться то он проедет мимо меня вот сегодня уже почти так было он практически проехал я замахала руками и он там метров десять дальше остановки все-таки затормозил увидел что я очень-очень спешу и хочу сесть на этот автобус также и на выходе если не нажать кнопку остановиться на следующей остановке то есть дать таким образом сигнал что вы хотите выйти то тоже может не остановиться если никто не стоит у дверей вы сидите спокойно на сиденье кнопочку не нажали кнопочки я сейчас вот зайду покажу где эти установлены ну и все можете ехать до следующего раза когда кто-нибудь будет выходить нажмет кнопочку ну или кто-то будет заходить на остановке естественно тогда автобус остановится вот такая система есть но зато из-за этого они не опаздывают очень много выделенных полос для городского транспорта ну и соответственно поэтому расписанию они ну свою выдерживают так я бегу он приехал мой трамвай это здорово я прямо успела на свой трамвай практически свободный ну здесь конечно не компостер зона а.б. 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 цены то есть регионы как бы минимум минимально это а.б. если я сейчас пред приложу у меня высветится вот у меня бы до 24 июня до 16 часов он действует то есть это скажем просто проверка что он еще действует вот народу прям раз там два и я три да там сидит человек и я третьим а вот заветные кнопочки вы посмотрите вот эти все желтые кнопочки вот раз желтая два три вот эта кнопочка заветная кнопочка если например я собираюсь например на следующей остановке выйти я на нее нажимаю и таким образом водитель трамвая знает что кто-то хочет выйти на следующей остановке здесь сиденье для людей кто с коляской с ребенком здесь инвалидно соответственно что еще такое интерес показать на двери кнопочки на зеленую кнопочку нажать и дверь откроется ну конечно не надо во время движения что тут есть табло вот табло в трамвае в автобусе везде в электричках обязательно табло с названием остановки так как финляндии 2 государственных языках это финский и обязательно шведский тут куусе ты елочная дорога переводится по-русски курсе елка ты дорогам вот курсе ты елочная дорога остановка гран ваган даже не прочитать по-шведски не умею вообще так что что еще интересно вот так вот впереди около водителя вот здесь вот рекламное табло иногда показывают различные новости погода ну как обычная реклама ну так полезно едешь так погоду заодно посмотрел по территории финляндии а вот там видно мопеды вот не бойся макаты вот они так бывают тоже лежат без парковочного места просто брошенные дома в основном такие не очень высокие встречаются конечно высок высотные дома но очень мало центре хельсинки вот хельсинки мало в основном вот такого плана где-то 8-9 этажей наверно какие-то присяду присяду немножко вот дорога вот видно вот знак синий здесь выделенная полоса для такси иногда указано по времени какие дни какое время только такси может ехать по этой выделенной полосе тут для такси тоже отдельно не знаю что это за машина мы сегодня уже много с мигалками машин видела вот бензин там два пятьсот сорок девять верхняя строчка вот шел два пятьсот сорок девять два шестьсот семьдесят девять в общем вот так но я сейчас подъезжаю уже хельсинки в принципе здесь на трамвае от гостиницы и не очень далеко быстро сейчас приеду обращаю сама на некоторые вещи внимание потому первые вещи меняется раньше можно было у водителя автобуса трамвая купить билеты это всегда было и я один раз так очень попала неаккуратно когда приехала в одно место у меня был билет обратно на остановке нигде кассе нет купить нельзя никаких вообще не по безналичному неналичному и когда я зашла в автобус у водителя написано билеты не продаются то есть какого-то периода времени билеты перестали продавать воде специально села за водителем трамвая на первое место вот видно перечеркнуто и написано что билеты продажи как бы не продаются и нарисовано дальше где можно купить билет потому что раньше их можно было купить у водителя представляете насколько была работа у водителя я просто помню это время когда заходишь даешь ему деньги пока он с каждым рассчитается водитель это же не кондуктор не доснять тоже дороги ремонтируют много ремонт тоже у всех сейчас проезжает национальный музей и сейчас будем проезжать создание парламента все я вышла вышла из трамвая сейчас я в центре хельсинки здесь торговый центр форум дальше будет стокман и различные магазины транспорт ну и здесь конечно оживление народа скажем вечер все собираются кто-то ходит в кафе люди гуляют это вообще самый самый центр иду я в сторону порта там где кораблики если еще не закрыты если удастся на кораблике прокатиться буду рада вот такие граждане очень много приезжает гостей здесь очень интересные уличные кафе стульчики располагаются лицом вот к этой пешеходной зоне то есть планада известная улица в хельсинки такие моды прям залюбоваться модой стульчики расположены во французском стиле все стульчики сейчас покажу вот они смотрят на улицу вот смотрите видите стульчики и впереди столики вот считается французский стиль что все сидят не там не боком ну они разворачивают конечно кто сидит но сам принцип что столик и за ним стульчик все сидят вот так вы должны как бы должны сидеть в ряд очень много здесь на первом этаже это в основном отеле идут на первом этаже всегда какие-нибудь бутики ну а во дворах там соответственно там вот концерт какой-то охрана ну вернее охрана полиция смотрит за порядком там будет что-то выступать то есть если зайти вот в такие во дворы как бы внутрь отелей в колодец во двор то всегда там ресторанчики кафе бары ночные тусовки местные где все собираются сейчас перейду на пешеходную зону почти уже и пришла все отдыхают народу много гуляет сидят и лужайках это даже очень мало сейчас вообще обычно здесь вся зеленая зона это известный камп отель ювелирные магазины внизу шикарные большие деревья много им лет и очень красивые здесь вот высокие не знаю даже что это как-то снимала хотела найти в гугле вот эти высокие длинные там с одной стороны вот из другой они как две колонны вот такие высокие просто огромные не знаю сколько им лет такие высокие желтые очень интересные я сделала фотографию хочу потом посмотреть не знаю акация не акация что это у сирени понятно они такие большие как деревья подошли на пристань сейчас мало народу кораблики конечно уже все закончили закончили свою деятельность вот это пристань на зоопарк кортия саари вот видно это зоу хельсинки зоу посмотреть расписание на будущее вдруг ну конечно тут 7 часов а назад 8 часов а стоимость для взрослого 8 евро это туда и обратно детские четыре ну и так далее по возрасту в принципе можно не на кораблике туда можно на машине доехать на автобусе городском я ездила тоже но на кораблике летом это самое конечно замечательное ну вот нет прогулочных катеров к сожалению никто вот здесь как не катает приеду в питер прокачусь на каком-нибудь кораблике по неве по фонтанке закат очень красивый там на острове люди живут это остров это много островов вообще фенляндии тоже очень много островов а а а и а а а а а и а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!